всем привет мои хорошие с вами любовь и мой мирок орхидей ребятки перед вами вот такой вот бывший грунт в которой мы с вами сажали уже давненько перед новым годом если я не ошибаюсь ребят прошло наверное месть около около двух месяцев точно после посадки в этот грунт и когда я в него сажала я охала ахала от того какой я увидела грунт в пакете этот именно грунт стоит 100 рублей потому что это сразу скажу это не реклама этого грунта и этой компании а просто как сказать констатирую факты да те которые я наблюдаю которые я увидела и что вообще произошло с этим грунтом вот вот так вот он называется очень много про этот грунт в интернете так он стоит в моем случае 100 рублей да я его покупала у нас здесь в собинке в магазине а если покупать его в больших магазинах то есть глобус ашан вот такие магазины там я его увидела по 80 рублей даже по 60 рублей вот но опять же еще раз говорю это не реклама и сейчас мы с вами поговорим про этот грунт как себя чувствует орхидеи в этом грунте и все такое прочее и вот здесь вот у меня такая конструкция возможно вам слышно что капает водичка до бутылка такая мутноватая потому что ей уже очень давно пользуюсь именно этой бутылкой и вот расскажу о ней чуть позже вставлю очень коротенький ролик что же у меня тут с ней происходит ну а теперь давайте чуть-чуть поговорим про этот грунт и 3 орхидейки мы с вами сажали в этот именно грунт и как сажали я вам сейчас все объясню сразу скажу это не реклама этого грунта точнее еще раз скажу никого не принуждаю в него сажать тем более новичков которые не справляются с влагоемкими грунтами не понимают когда сухо когда сыра возможно этот грунт действительно не для вас но если посадить правильно и у вас все получится а правильно это знаете вот в нем я не буду сейчас искать ребятки старое видео когда мы с вами его сажали все смогут пройти сами по ссылочке которая будет выше в правом верхнем углу и посмотреть то видео но в принципе что я хочу вам сказать грунт неплохой неплохой именно для тех людей у которых нету мха которые не могут найти мог здесь такой состав там даже присутствует и так что там у нас керамзит уголь мелкая кора мелкий керамзит и знаете по составу такое ощущение что здесь в составе больше не торф какие-то вот знаете опилки но опилки вы все знаете да они тоже делаются из дерева вот и на тот момент когда я сажала конечно открыла этот грунт для меня было увиденное большим шоком но я вижу результат вижу как орхидейки реагируют на него и меня это все устраивает в принципе вполне даже и сейчас я вам поближе под как покажу каждую из этих архидушек как они себя сейчас чувствуют что с ними происходит и как они выглядят начну с самой самой той которая прям вот мне очень очень нравится покажу сначала сверху смотрите какие чудесные прекрасные красивые корешки у нас тут наросли а когда мы с вами сажали естественно ни одного корешка не было и вот такая вот красота которую я наблюдаю шейка утолщается и я думаю что очень скоро появится цветонос что внутри покажу позже здесь у этой орхидейки кстати да не сказала вот этой орхидейки не хватило этого грунта и сверху я досыпала коры потому что не хватало и вот такой вот результат еще тогда девочки писали возможно этой орхидейки повезло больше потому что ей не хватило этого грунта это у нас с вами знаменитый микки кроун тот не помню как уж называется здесь у нас тоже ребят вот такие я считаю шикарные чудесные результаты у нас от шеи пошел корешок а что в грунте я вам тоже покажу маленечко попозже это же шейка так утолщается прям знаете вот хорошо утолщается и думаю что уже тоже скоро скоро появится цветоносик и вот этот листик вырос уже в этой посадке это у нас это орхидейка и орхидейка под они вот здесь у меня так вот подписано для себя под номером 13 она цвела очень долгое время на складе это же было мной принято пересадить ее в этот экспериментальный грунт и вот такие тут у нас тоже я считаю неплохие результаты раскукленные корешочки все прекрасно растет корешки не испортились а это самое главное ну и теперь давайте же посмотрим что там внутри есть какие-либо изменения или нет и как же я их все-таки сажала и возможно именно эта посадка не спровоцировала гниль шеи так как это очень влагоемкий субстрат ну и что мы с вами тут сразу видим вот такой шикарный корешок которым я прям если честно очень-очень горжусь я два дня назад их поила поэтому вы видите такой влажноватый субстрат внизу у нас лежит с вами мох для того чтобы вот эта вся мелочь не высыпалась и вот там у нас проклевал ну вот видно корешочки старые в принципе они в хорошем виде мошки летают мошки летают у меня ребят из-за грунта который компаса на все его так рекламировали говорили про него хорошо но прям вот знаете хочу выкинуть вместе с теми растениями в которой посадила которая посадила в этот компаса на не в этот который сейчас мы с вами обсуждаем а компаса на я покажу вам его чуть позже и что там творится эти мошки меня прямо одолели именно из этого грунта что вы в нем хорошего находите не понимаю но и вот они там старые корешки тоже прекрасно себя чувствует сейчас высыпется тут вся наша конструкция вот ребят прям вот могу сказать что замечательно поливаю наверное один раз в неделю сверху сверху так проливаю какое-то время постоит и из горшочка лишнюю водичку всю убираю да не сказала весь секрет данной посадки но вы можете еще раз говорю посмотреть в том видео если внимательно будете смотреть то вы поймете весь этот секрет я взяла большой кусок толстой коры насыпала вниз мох поставила вот так вот так кусок коры толстой да то есть вот от этой стеночки и вот до этой у нас с вами кусок коры и на этот толстый кусок коры я попкой поставила саму орхидей q расправила корешочки и только после этого обсыпала вот этим грунтом орхидей q то есть у нас получается что шейка как раз находится на крупном кусочке коры и даже если будет переувлажнение крупный кусок коры который никогда не впитывал в себя воду то есть он сухой хоро такой вот сейчас я вам покажу ну вот такой например да вот он видите толстый он сухой и он очень долго будет себя впитывать влагу поэтому как раз мы посадили с вами попкой орхидей q сюда расправили корешочки и обсыпали этим грунтом тем самым мы защитили нашу шейку от гниения ну вот это первый результат про который я вам хотела показать сейчас я вам покажу другие орхидей q найти вот это посмотрим как есть тут внутри изменения какие или нет это микки кроун видите в самом горшочке воды нет потому что я их поливаю и воду сразу сливаю так что здесь у нас какие тут у нас изменения с вами здесь вот пока вроде ничего не вижу но вижу что старые корешочки прекрасно себя чувствуют внутри горшка рост корней пока не видно у стеночек да но те корешочки которые мы с вами постарались пустить к стеночкам их видно и они чувствуют себя замечательно но достаточно того что у нас с вами от шеи пошел рост и растюха ни разу не потеряла тургор замечательно себя чувствует вырастила листик и от шейки у нас начал расти новый корешочек эта орхидей к посажена также на кусочек коры и обсыпана этим грунтом вот этой орхидей как все говорили повезло больше всех в том плане то что ей не хватило этого грунта прямо проблема вытащить иногда почему-то и давайте посмотрим что же у нас с вами здесь ухты здесь тоже ребятки неплохие результаты видите какой красивый хороший растущий корешулька а и тут вот а видите дошел до стеночек горшочек в этой орхидей ки по моему было маловато корешков не так много но они уже очень даже активно тронулись в рост и чем я очень рада и довольна вот такие вот результаты а сейчас я вам вставлю ролик что же у меня тут капает рядом и для чего и наверно на этом с вами попрощаюсь вот такое на сегодняшний день коротенькое видео я для вас хотела снять и показать результаты как себя чувствует в этом очень ужасном грунте как все писали я так думала орхидей ки отозвались даже очень хорошо а почему можно его использовать тем у кого нету мха а именно по той причине потому что как бы кора продается практически во всех магазинах да если не продается то можно приобрести у меня и купили пачечку вот этого грунта и по щепоточки по горсточке в каждый горшок можно добавить этого влагоемкого грунта за место мха то есть а насыпали коры и щепоточку этого грунта и будет замечательно но опять же сразу все не сажайте пробуйте экспериментируйте под свои условия у меня условия жаркие поэтому думаю что в моем случае вот это сработало именно так в хорошую сторону все мои хорошие всем пока пока и коротенькое видео про бутылочку с капающей водой ребят всем привет мои хорошие с вами любовь и мой мирок орхидеи сейчас вы скажете люба чё чудишь да мои хорошие действительно чудю потому что я устала сейчас скажу что я устала устала ездить за водой для цветов сейчас пока сделаю так а потом съезжу куплю большую как ее воронку и будет наверно мне счастье потому что я реально устала ездить за водой а я вам уже давным-давно говорила что мох это то самое в принципе чем я должна наслаждаться почему я так говорю потому что у меня есть природный замечательный фильтр для воды а я им не пользуюсь и как клуша таскаюсь с этими ведрами канистрами везде и всюду поэтому я решила наконец-то все это дело проверить так наверно туговато может а может нет сейчас посмотрим в общем мох через себя не будет пропускать все плохие примеси которые есть в воде сейчас мы с вами это проверим насколько она быстро будет капать и будем сидеть воду таким образом для цветов очищать надо сделать так чтобы и мне было все видно чая тут вам показываю бутылку я выбрал конечно не очень удачную уже старенькая бутылка в ней мы воду возили все лето но я думаю вам слышно как вода капает через мох я помолчу а вы послушайте да возможно будет долго капать но зато она должна уже быть очищена и вот заодно посмотрю потому что ребятки я реально устала сюда возить воду это полить не две-три орхидейки не 50 и не 100 а гораздо больше и вот сейчас накапает и буду этой водой поливать орхидейки которые прошли от вода которая прошла натуральной как он называется там натуральный фильтр вот из мха мог потому что себе задерживает все плохие примеси которые есть в воде и вот пускай она капает а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok